Трагедия произошла утром 8 сентября в этом доме. По предварительным данным, пожилая женщина упала с балкона третьего этажа и от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решаются вопросы возбуждения уголовного дела. Региональное управление Следственного комитета России предупреждает жильцов подобных домов о необходимости проявлять осторожность при эксплуатации балконов с ненадежными ограждениями. По словам свидетелей, слабое ограждение балкона просто рухнуло вниз, когда пенсионерка оперлась о него. Не нужно быть специалистом, чтобы заметить, что балконы в этом доме выглядят, мягко говоря, странно. К металлическим каркасам прикручены листы, похожие на гипсокартон. На большинстве ограждений они деформированы или уже отвалились. А ведь этой новостройке на Октябрьском 84 всего год, и многие жильцы уже неоднократно жаловались на некачественные балконные ограждения в мэрию и другие инстанции. Балконы, это точно, говорю, кто-нибудь да убьется. Нельзя, говорю, выходить. Я говорю, дети, говорю, внуки приходят, правнуки у меня уже. Я говорю, это надо закрывать. А что ребенок может дверь только пока открыть, ведь невозможно это смотреть даже было на балконы. Живем год, у нас очень много проблем, мы куда только не обращались. И вот одна, но основная была тоже проблема по поводу балконов. Все претензии есть, комиссии все выезжали. У них был один ответ. Дом построен по проекту, все хорошо, все правильно. Как выяснилось, возведением дома занимались строительный комплекс Вологодщины и Тотьма Лесстрой, о чем свидетельствует их официальный сайт. Вот он. За комментарием мы обратились к начальнику контрольно-аналитического отдела строительного комплекса Вологодщины. Сейчас эту должность занимает Петр Доценко. Сегодня он побывал на Октябрьском 84, но от комментариев на камеру отказался. Разговор по телефону получился долгий и сложный. Давайте дождемся нормальных расследований. Вот специалисты, которые имеют право, эксперты в этом ходе, вы с ней обозначили позиции. То есть вы от комментариев отказываете? Ну конечно, зачем? Как я буду комментировать, если я тот, что я не знаю. Дом совершенно новый, принят в эксплуатацию в начале 2015 года. Череповецкая архитектура никаких комментариев по поводу недочетов строительства дать не может. Так как фирма-застройщик относится к Вологде, соответственно и акт приемки подписывала Вологодская архитектура. А пока идут разбирательства, дом и балконы продолжают рушиться. Сегодня в середине дня под балконами появилась сигнальная лента и предупреждающая об опасности объявления. Мы будем следить за развитием событий. Елена Жеребцова, Егор Плюснин, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова